Условия для хорошей практики у студентов Брестского государственного университета имени Пушкина были всегда. Когда ВУЗ имел педагогическую направленность, это были объекты сугубо образовательного сектора. Филиалы кафедр находились в учебных заведениях, куда студенты приходили на практику, либо для вторичной занятости. Теперь университет расширил спектр специальностей. В ВУЗе готовят не только педагогов, но и представителей СМИ, а также работников предприятий. А для качественной подготовки важна не только теоретическая, но и практическая часть. Идея эта не новая, и суть идеи заключается в том, чтобы подготовить наших выпускников к работе в реальных условиях, в реальном производстве. До сих пор у нас был открыт ряд филиалов кафедр в учреждениях образования, в условиях которых студенты проходили практику, имели возможность посещать учебные занятия, и тем самым уже готовились к будущей профессиональной деятельности. С открытием нового филиала работа студентов должна пойти еще плодотворнее. Тем более, что договор о сотрудничестве на базе Парка высоких технологий иностранного общества с ограниченной ответственностью ЭПАМ-Системс уже подписан. Именно поэтому была выбрана кафедра прикладной математики и технологий программирования, специалисты которой сегодня востребованы как никогда. Новая форма сотрудничества призвана приблизить учебный процесс и производство. В последнее время мы открыли три новых филиала кафедр. Это два филиала кафедры прикладной математики и технологии программирования и один филиал кафедры математического моделирования. По кафедре прикладной математики и технологии программирования нами открыты два филиала в известных резидентах Парка высоких технологий Эрик Поли и ЭПАМ-Системс. А по кафедре математического моделирования у нас открыт филиал в Юколе «Инфо». Студенты в рамках открытых филиалов имеют возможность не только проходить практику, но и участвовать в выполнении реальных проектов, которыми занимаются указанные выше компании. Для Брестской области это первый пример такого сотрудничества. Таким образом решается одна из главных задач – практикоориентированность подготовки специалистов. А значит, будет повышаться не только уровень подготовленности студентов-старшекурсников, но и образованность молодых специалистов, которые уже скоро займут свои новые рабочие места.